Бисмиллахи рахмани рахим И сказал, что возвращается его имущество и его семья и остаются его дела И сейчас дошли до первого из этих товарищей и говорится в шархе этого хадиса То же, что касается его семьи, то никто из них не принесет ему пользы после его смерти Кроме как те, которые будут просить прошения для него и делать дуа за него И не факт, что они будут это делать, говорит Ибн Раджаб То есть могут, будут делать, а может и не будут делать И мы на прошлом аджесе говорили, что наше воспитание наших супруг, наших детей И воспитание, оно начинается еще с момента выбора супруги То есть воспитание твоего потомства и соответствующее отношение к твоему потомству, к твоей семье Оно начинается еще с момента выбора супруги И если ты достойным, наилучшим образом подойдешь к этому, так как посланник Аллаха, салаллаху алейху асалам, завещал это делать Конечно же, они, иншаллах, будут из тех, которые будут делать дуа за тебя после твоей смерти Просить прощения за тебя у Аллаха, субхану ва та'аля И продолжает Ибн Раджаб И бывает так, говорит Ибн Раджаб Что какой-то посторонний человек, то есть человек не из числа твоей семьи То есть чужой человек будет более полезен для тебя или для умершего, чем его семья И поэтому некоторые праведники говорили Что может сравниться с праведным братом? То есть праведным братом-мусульманином Когда твоя семья, когда как твоя семья заняты разделом твоего наследства, твоего имущества Этот праведный брат, лишь он один пребывает в грусти по тебе То есть грустит по тебе И делает дуа за тебя В то время, как ты находишься под слоями земли И, субхану Аллах, какая милость Аллаха, да, к верующему Когда у него есть праведный друг Праведный друг мусульманин Это тот человек, находясь с которым Ты обезопасен, твоя честь, твое имущество обезопасены Как находясь с ним, так и находясь в отсутствии от него То есть он безопасен для тебя Праведный друг мусульманин, брат мусульманин Это тот, который напоминает тебя об Аллахе, субханаху атааля Это не тот, с которым ты весело проводишь время В различные путешествия едешь Который богатый, известный Который так же популярным тебя может сделать Находясь с которым, ты так же популярным становишься Нет, праведный, благой друг Брат мусульманин Это тот, находясь с которым ты вспоминаешь о Господе Об Аллахе, субханаху атааля Тот, который становится причиной Приближения к Аллаху и его раю И отдаления от ада Вот это праведный брат мусульманин, друг И такой праведный мусульманин, конечно же, будет делать дуа за тебя Как при жизни, так и после твоей смерти Как приводится от Абу Дарды, ради Аллаху ангу Что он говорит поистине Я, читая дуа в конце намаза, во время ташахуда Упоминаю более 20 своих братьев поименно Делая за каждого из них дуа Вот это и есть праведный друг, праведный брат мусульманин Не тот, который льстит тебе, заигрывает с тобой Меркантильно относится к тебе Когда у тебя благополучие Когда ты на дорогой машине Когда у тебя все хорошо Ты видишь его рядом Ты видишь его с собой Когда же тебя постигают испытания, трудности Ты не находишь никого из своих якобы близких друзей Эти друзья не являются на самом деле тебе друзьями Твой друг, это праведный брат мусульманин Который делает дуа за тебя Как при твоей жизни, так и после твоей смерти Тот, как мы говорили выше Который напоминает тебе об Аллахе, его рай И становится причиной твоего приближения к нему Поэтому говорит Ибн Раджаб И из семьи или из людей, близких твоих Из домочадцев может быть такой Который на самом деле враг для тебя Подобно тому, как Аллах Субханаху Ата'аля Говорит в своей книге То есть как Аллах Субханаху Ата'аля Говорит воистину среди ваших жен И ваших детей Есть враги для вас Так остерегайтесь же их Эти враги на самом деле Порой мы думаем Что враг Это какой-то злой Там неверующий, который с ножом Подстерегает тебя Нет, братья, не обязательно Врагом может быть Как твой сын Как твоя дочь Как твоя супруга Которые призывают тебя к ослушанию Которые призывают тебя К аду, к вратам ада И ты потакая им Ослушиваешься Аллаха Субханаху Ата'аля И Субхан Аллах В судный день ты найдешь этих людей Проклинающими тебя Или вы найдете друг друга Проклинающими друг друга Из-за того, что Каждый из вас будет обвинять В этом грехе То есть друг друга Поэтому Аллах Субханаху Ата'аля Описывает Этот день Одним из описаний этого дня Является Я у моя фирруль мар У мин ахи Ва уммихи ва абихи Говорит То есть тот день, когда Человек будет убегать От своего брата От своей матери И отца Почему убегать? Боясь наказания Аллаха И в том числе Из-за того, что каждый из них В каких-то грехах В каких-то ослушаниях Будет соучастником И почему Аллах В другом аяте Говорит Аль-Ахилла Яума изин ба'лухум Ли ба'лдин аду Что? Близкие друзья Которые были близкими Друзьями В этом мире В этот Тот день Судный день Станут друг другу Врагами И туда же Относятся домочадцы Которых ты любил В этом мире Потакал Души не чаял Жена говорит Поехали на Мальдивы Поехали Поехали В Париж Поехали С вижу братьев Субханаллах Вроде братья Праведные Хуран читают И так далее Смотришь В Париже отдыхают В Испании Где-то Время проводят Спрашиваешь брат На хадж Поедешь Субханалла Денег нету Ахи Субханалла Времени нету Ахи В Париже Круассаны В каком-то Особом ресторане Кушают Деньги есть Какие-то Круассанчики Какое-то кафе Там отмечают В инстаграме Валлахи Это реальность Я вам не говорю Про абстрактного человека Я говорю Про конкретного человека На хадж Поехать Смотришь Нету денег И вот Такая супруга Такие дети Которые тебе говорят Папа Поехали В Париж Там карнавал В Рио-де-Жанейро Карнавал Как мне По неделю назад Брат говорит В Бразилии отдыхал Субханалла Ты что В Бразилии делал Валлахи Я стесняюсь вам Стесняюсь вам сказать Что этот человек Мне ответил Первый раз Я его вижу Брат мусульман И спрашиваешь Брат Почему вы Своё имущество На пути Аллаха Не тратите Вдовольствие Аллаха Не тратите Почему вы Эти деньги Накопленные На умру Не собираете Чтобы каждый Рамадан Тот же На умру Ехать На умру Ехать И Как очищенные Как Новообращенные Вернуться Нет брат Другие Приоритеты И вот Эта жена Которая Своего мужа В Бали Забирает Пилит Поехали Поехали В Бали Поехали В Бали Ты смотришь Но В доме Аллаха Ты не увидел Этого человека Поэтому Говорит Автор Что Среди твоих Домочадцев И близких Могут быть Враги Для тебя И приводит Аят Аллаха Где Аллах Говорит Воистине Среди Ваших Жен И ваших Детей Есть враги Вам Так Остерегайте Жи Поэтому Братья Не забывайте Об этом И Среди Домочадцев Есть Такие Говорит Кто Обеспокоен Получение Наследства Усопщего То есть Он занят Дележкой Наследства Усопщего А не Печалью За ним Или Дуа И так далее Такие тоже Бывают Домочадцы Поэтому Говорит Ибн Раджид Камакиля Приводит В стихотворной Форме Такие слова Такие строки Тамурруль Акариби Джанабат Джанабат Кабри Говорит То есть Мои близкие Проходят Проходят Родные Мои Мимо Могилы Моей Говорит То есть Говорит В этих стихах Как будто Мои близкие Даже не знают Меня Субханаллах Вазуль Вазуль Мираси Яктасиму Намали И Те Которые Претендуют На наследство Из них Они Заняты Дележкой Моего Имущества Валая Луна Валая Братья Не надо Думать Вашар Вашар Наси Мэйитин Аглюху Ябкуна Алейхи Валая Якбуна Дейнаху То есть Хасану Аль-Басри Говорит Такие слова Самые Самые Отчужденные Люди То есть В отношении Алима Самые Отчужденные По отношению К Алиму Люди Это его Соседи Как правило Соседи Те люди Которые По отношению К человеку Которого Альм Есть Они Халатно Справляют В силу Того Что они Рядом Живут У них Житейские Какие-то Дела Проблемы Но Ту Милость Аллаха Или То Благо Или Ту Возможность Которую Им Аллах Дал Посредственно Того Что Соседом Их Является Алим Они Как правило Не Используют Поэтому Хасан Аль-Басри Говорит Аз Гадун Наси Фил Алими Джейрану Далее Говорит Вашарру Наси Маити Аглю И Самые Вредоносные Для Умершего Человека Люди Это Его Близкие Они Плачут Говорит По нему Но При этом Его Долги Не Спешат Отдавать То есть Его Долги Не Отдают То есть Они Могут Плакать За тебя Когда Как У тебя Долги Которые Нужно Отдать А Долг Это Большая Вещь Сегодня Мусульмане Халатны Конечно К этому Долгу Но Долг Это Большая Вещь Как Хадисе Пришло Даже Шахид Не Заходит В рай Если На нем Висит Долг И Зная Это Положение Допустим Человек Умирает Имеет Долги Твои Родственники Могут Плакать Особенно Женщины Вот Это Нияха Оплакивание Рвать Волосы На себе Там Царапать Лица Там Каких-то Стихотворных Формах Какие-то Стихи Там Как Их Называют На русском Слагать Да Плач Специально Плакать Женщины Нанимают У тебя Долги Вместо того Чтобы твои Долги Отдать И поэтому Говорит Хасан Аль-Басри Вашарру Насиль Маид То есть Для Самых Худших Для этого Умершего Что Его Близкие Которые Плачут И не Отдают Долги Именно Такие Близкие Юширу Юширу Говорит Ибун Раджаб Иля Анна Хум Яф Алюна Мая Бурруху То есть Указывает Хасан Аль-Басри На то Что Они делают То Что Вредит Ему И оставляют То Что Приносит Ему Пользу Их Причитание И плач Доставляет Вред Умершему То есть Их Плач Причитание Которые Вот Это Как я Говорил Они Доходят До того Что Женщины Рвут Волосы Царапают Лица Одежды И так Дальше Это Все Порицаемо Порицаемо Шариатом И Говорит Ибун Раджаб Это Гневает Аллах И Приносит Вред Этому Умершему И Ученые Разногласит Разногласит Какой Форме Этот Вред Наказывается Ли он Непосредственно За это Одни Сказали Да Другие От Айши Приходят И так далее Известное Разногласие Но нет Сомнений Если Человек Завещал Чтобы После его Смерти Подобным Образом То есть Вели себя Люди Что он Будет Наказан За подобное Завещание Если Они Будут Это Делать И У нас К сожалению В Дагестане Есть Такое Явление Я Сам Видел Как Некоторые Люди Я хочу Чтобы Этот дом Сотрясался От плача Говорил Человек От плача И от Зикра Который Вот Называют Эти Нововведенческие Обряды Которые Совершают У нас Зикром И я Хочу Говорить Человек Что Когда Мои Носилки Будут Выносить Чтобы Вы До Самого Конца Двора Бежали За ним С плачем Это Человек Говорил Пусть Аллах Помилует Его По Невежеству Своему В отношении К завещанию Своего И говорит Далее И это Говорит Он Это Один Из Вот Этих Близких Друзей Этого Умершего Или Спутников Этого Умершего И Им Являются Его Близкие Которые Доходят Вместе Со Своим Любимым До Врат Царя Коими Является Ляхт Могилы То есть Доходят До Этой Могилы И Возвращаются Оставив Его Там Оставив Его Там То есть Твои Близкие Твои Любимые Они Дойдут До Могилы И Оставят Тебя Там И Это То Что Ждет Каждого Из Нас Самые Дорогие Самые Любимые Близкие Люди Которых Мы Просто Вспоминая Радуемся В которых Мы Души Не Ценим Которым Мы Пытаемся Угодить Они Нас Приведут Поставят В этот Ляхт Ляхт Это Выемка В сторону Киблы В могиле И Закопают И Вернутся Займутся Своими Делами И Забудут Тебя Так Как Забыли Тех Которые Были До Тебя Ва Аллаху Алихи Субтитры создавал DimaTorzok